МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы должны всегда помнить и чтить память ветеранов. Встреча в музее поискового движения. Для каждого человека должна произойти встреча с Богом. Бывает так, что она происходит и меняет жизнь человеческую. Православный праздник. Сретение Господне. Пусть тебя во тьме дорог разведит водитель. О правилах дорожного движения школьникам. А теперь об этих и других событиях подробнее. Более половины смоленских организаций не представляют в пенсионный фонд документы в электронном виде, необходимые для установления пенсии сотрудникам. Об этом стало известно на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений области. На сегодня лишь 2800 организаций из 9000 действующих в регионе заключили с органами пенсионного фонда соглашение об электронном взаимодействии. Смоленская областная дума вносит очередные поправки в региональный закон о градостроительной деятельности. Проект закона внесен на рассмотрение губернатором и разработан в целях приведения нормативно-правового документа в соответствии с градостроительным кодексом России, соответствующие изменения в которые были внесены в прошлом году. Сегодня исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. И в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране установлена памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Воины-интернационалисты, проживающие в Десногорске, по многолетней традиции утром собрались у храма. Здесь их приветствовал заместитель главы Сергей Тощев. Командующий ограниченным контингентом войск в Афганистане генерал на последнем БТРе, последний выходил и пересекал границу через мост. Вот эти кадры, они, в общем-то, запомнились со знаменем. День памяти для наших афганцев – это возможность встретиться со своими однополчанами, с теми, с кем делили солдатский паёк и укрывались от шквального огня в ущельях, с кем ходили в разведку и сражались против духов. Я вспоминаю своё время, свои годы, те годы, которые я служил в республике Афганистан. Своих вспоминаю друзей, с которыми я прошёл все два года. И как бы отдать память, прихожу с ребятами, отдать память тем ребятам, которые оттуда не вернулись. Есть такие из моих друзей. Собравшиеся поставили свечи за упокой погибших в Афганистане военнослужащих и ушедших из жизни от ран позже. Затем они приехали на городское кладбище, где возложили венки и цветы к могилам воинов-афганцев. Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов в Музее поискового движения нашего города состоялась встреча старшеклассников с ветераном афганской войны, ныне председателем Десногорского совета ветеранов войны и труда Игорем Журавлёвым. Все подробности далее. Игорь Владимирович показал ребятам архивные фотоматериалы, которые были собраны при участии воинов-интернационалистов, живущих в нашем городе. Рассказал о том, как вводились советские войска в Афганистан, в каких условиях и как воевали, о трофейном оружии, отбитом у маджахедов, об огромном количестве советской военной техники, разбитой и сожжённой на полях боёв. Всякая война при любом случае – это слёзы и горе матерей. Это все прекрасно понимают. Но если бы мы опоздали хотя бы на полгода, там были бы американцы. Старшеклассники вслушивались в каждое слово ветерана войны в Афганистане, награждённого медалью «За боевые заслуги». Задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. Я узнал о простом быте солдата, о том, как они выживали и воевали. Мы должны всегда помнить и чтить память ветеранов и Великой Отечественной, и Афганской войны, и всех вообще воин, которые вела наша страна за всю историю. Потому что если бы в своё время они, может быть, не отвоевали что-либо, сейчас бы мы жили и разговаривали, может быть, на другом языке, и не жили бы в стране России. Встреча в музее поискового движения закончилась минутой молчания в память о погибших. 8 108 фальшивых российских рублей и 1362 поддельных денежных знаков иностранных государств – столько выявлено в Центральном федеральном округе в конце прошлого года. На территории Смоленского региона выявлено 77 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки. В нашей области наиболее часто встречались фальшивые банкноты номиналом 1 тысяча рублей. Среди иностранной валюты чаще всего подделывают доллары США на втором месте евро. Роспотребнадзор озвучил статистику заболеваемости бешенством в Смоленской области за прошлый год. Чаще всего бешенством болеют лисы и собаки. Всего эту болезнь выявили у 56 павших животных в 11 районах области, в основном в Смоленском, Гагаринском и Починковском. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны и не забывайте о правилах безопасности. 10 февраля днём в Якимовичах произошёл пожар. Очевидцы сообщили о возгорании в частном жилом доме. Туда был направлен пожарный расчёт 15-й пожарно-спасательной части. Информация подтвердилась. В течение 30 минут пожар был ликвидирован. В результате случившегося огнём повреждена деревянная обрешётка площадью 2 квадратных метра. По предварительным данным, причина – внеисправности печного отопления. 15 февраля все православные празднуют Сретение Господне. О празднике и о том, как его отмечают десногорцы в нашем следующем сюжете. Дорогие братья и сёстры, Святая Церковь празднует ныне день, который называют Сретением Господним. Согласно древней традиции и обычаю, всякий младенец мужеского пола на 40-й день после рождения должен был быть принесён в Иерусалимский храм, чтобы там его посвятить Господу. И Дева Мария, исполняя этот обычай древний, приносит младенца Иисуса в храм, где её встречает древний старец по имени Симеон. Кем был этот Симеон? По преданию, он был одним из переводчиков Священного Писания, которые ещё в III веке до Рождества Христова переводили Священное Писание с еврейского языка на греческий. И вот этот Симеон, дойдя до того места, где в книге пророка Исаии говорилось о том, что вот Дева во чреве приимет и родит сына, в этих словах усомнился. Как это Дева, то есть не жена, а Дева, родит, приимет во чреве и родит. И он, взяв в руки нож, решил это место подчистить, посчитав, что это, конечно же, ошибка. И в эту минуту явился ангел, который остановил его и сказал ему о том, что он будет жить до тех пор, пока не увидит исполнение этих слов на деле. Поэтому, когда Симеон в храме Иерусалима встречал Деву Марию и младенца Иисуса Христа, он был очень старым древним человеком, и, наверное, можно сказать о нём, что он устал от жизни. И он духом почувствовал, что это исполнение пророчества, выходит к ним навстречу с радостью и, протянув руки, берёт младенца Христа к себе на грудь и произносит слова, которые стали песнью церковной. «Ныне отпущаешь, и раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром, яковидисто, очи мои, спасение твое». То есть я теперь могу уходить, потому что очами своими увидел исполнившееся спасение для всего человеческого рода. И вот можно сказать, что «сретение Господне», а «сретение» на русский переводится как «встреча». Для нас очень важный праздник, потому что для каждого человека должна произойти встреча с Богом. Бывает так, что она происходит и меняет жизнь человеческую, бывает так, что Господь нам встречается, но мы проходим мимо. А эти встречи происходят следующим образом. Через каких-то людей, через первое посещение храма, через какие-то испытания и трудности, когда душа человеческая должна обратиться к Богу за помощью и излить свою благодарность, но у всех бывает по-разному. И я хотел бы пожелать, чтобы мы с вами все, в большинстве своем, являясь православными христианами и храня древнюю веру православную, способны были увидеть встречу с Богом, чтобы эта встреча поменяла нашу с вами жизнь. И поздравляю всех вас с праздником. Хочу пожелать, чтобы Господь хранил всех вас, вашей семьи, ваших близких, родных, даровал силы, крепость, помощь Божию на всех путях жизни. С праздником! 12 февраля в Москве глава МЧС России дал старт всероссийскому пожарно-спасательному флэш-мобу. Подобные мероприятия проходят уже в пятый раз. Девиз нынешнего – МЧС за здоровый образ жизни. В течение февраля местные флэш-мобы пройдут под эгидой Чрезвычайного министерства во всех регионах России. В Десногорском центре занятости населения состоят на учете 219 человек. 107 из них получают пособия. В январе за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости обратилось 77 человек. 20 человек трудоустроены. Уровень безработицы в январе составил 0,81%. Существует 86 вакансий. Профилактика дорожно-транспортных происшествий – это неотъемлемая часть в работе сотрудников ГИБДД. Каждый месяц в Десногорских образовательных учреждениях они проводят для детей города акции. 10 февраля инспекторы побывали в 4-й школе Десногорска. Подробности далее. Мероприятие «Светоотражающие фликеры» было организовано для ребят начальных классов. Во время него сотрудники ГИБДД напомнили о безопасности на дороге в темное время суток. Дети в ночное время суток, вечернее и утрешнее должны быть видны не только водителям, но и заметны, как сами пешеходы. Они самые маленькие, самые у нас уязвимые. Ребята вспомнили в игровой форме правила дорожного движения и узнали, что, чтобы быть заметным для водителей ночью или ранним утром, когда еще темно, необходимо на одежду или школьную сумку прикрепить светоотражающий элемент. Я теперь всегда буду соблюдать правила дорожного движения. Я всегда буду переходить дорогу по правилам. Завершилось познавательное мероприятие раздачей полезных подарков. И в заключении наша афиша. Администрация Десногорска приглашает молодых горожан принять участие в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Стать участниками могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие активную жизненную позицию и любимое дело. Необходимо в срок до 15 апреля зайти на официальный сайт фестиваля и зарегистрироваться. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова